Здравствуйте! И опять новые кадровые перестановки в администрации города Благовещенска. Александр Козлов, который занимал должность министра ЖКХ области, теперь назначен первым заместителем главы администрации города. Случайно ли это назначение и связано ли оно как-то с предстоящими в этом году выборами мэра Благовещенска? Об этом сегодня поговорим. Мой гость, политик и бизнесмен, лидер Амурского отделения партии РПР Парнас, блогер сайта Амур.Инфо Сергей Пузиков. Сергей Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители! Сергей Алексеевич, как Вы считаете, что значит этот переход Александра Козлова из областного правительства в администрацию города? На мой взгляд, это совершенно точно подготовка человека под голосование, под выборы мэра. Я могу выразить только свое мнение. Понятно, что у меня нет документов каких-то, но предыдущие 4 года, когда появился начальник избирательной комиссии... Николай Неведомский. Я уже даже фамилию забыл, да, Николай Неведомский. В 2010 году. В 2010 году. Потом появляется Павел Березовский, да, люди, которых мы в принципе не знали, тем не менее, они становятся граммоначальниками, они начинают определять политику города Благовещенска. Вот появление Козлова, я поэтому поставил этот ряд. Хорошо, а что будет с Павлом Березовским? Да, понятия не имею. Ну, куда-то, видимо, устроят. Он не скрывал, что пойдет на выборы? Да. Я не могу судить, что будет дальше. Я понимаю, что это политики, которые совершенно точно в своих решениях зависят от первого лица области, да. Совершенно точно, во-первых, они ничего не решают сейчас, потому что уровень принятия решений переместился даже не в администрацию Амурской области. Уровень решений сегодня переместился в Москву, да. И, условно говоря, то, что они озвучивают, совершенно не соответствует тому, что есть на самом деле. Решать будут не они. Понятно. Вот Александр Козлов, такая темная лошадка, человек малоизвестный в городе. Он до того, как стал министром ШКХ, несколько лет работал в Рачехинске, на разных должностях в Амурском угле. Как вы считаете, каковы его шансы реально победить на выборах? Все-таки будут выборы, в отличие от Березовского и Невдомского, они были сети-менеджерами, так называемыми, да. Сейчас будут выборы. Ну вот смотрите, помните наши губернаторские выборы, да. Вроде бы тоже были выборы, но реально до выборов фигуры реально оппозиционные допущены не были. Путем появления фильтра муниципального, так называемого. Ну, мне не так обидно, потому что я реальные подписи не собирал, а Виктор Челемисин, он же старался. Он же пыхтел, он же собирал подписи, но тем не менее результат такой же, да. Его просто-напросто до выборов не допустили. Выбора без выбора, условно говоря. Я думаю, что не зря это назначение состоялось именно сейчас, пока есть время распиарить, раскрутить господина Козлова. И вот та агитационная машина, которая сегодня, я просто не знаю, сколько у нас в бюджете выделено на взаимодействие со средствами массовой информации. Безобластного выделяется много, там около 100 миллионов ежегодно. Я просто не смотрел, да. Сегодня это будет нацелено на продвижение в городе Благовещенске господина Козлова. На выборы сегодня идут люди, которые сидят у зомбоящика. Поэтому я думаю, что поднять результаты Козлова можно искусственно. Ну, искусственно именно, вот путем проведения такого хорошего, хорошей агитационной работы. Понятно. Агитпропа. Ну, сразу вспоминается фильм «День выборов». Фактически выбирается кандидат, раскручивается, и люди идут на ура за него голосовать. Я бы не стал такие аналогии проводить, но в принципе, примерно то же самое. Примерно это же будет, на самом деле, так и будет. Так, если на выборы не пойдет другой электорат. Ясно. Ну, а вот как вы думаете, вот на эти выборы, выборы мэра, есть условия, будут ли созданы условия для независимых кандидатов? Или они побоятся? Нет, нет, нет. Ну, у нас была возможность, мы уже оттестировали выборы губернатора, да. Я понимаю, что сегодня… Тут есть один момент очень интересный. Да, у нас на самом деле есть две школы антикризисного управления. Первая школа антикризисного управления, которую упорно преподают в наших высших учебных заведениях, заключается в том, что антикризисное управление – это концентрация уровня принятия решений на одном уровне, концентрация всех ресурсов в лице, под управлением одного руководителя, да. Мобилизационная школа, что называется. Есть другая школа, на которую больше упираются на Западе, это когда антикризисное управление – максимальная активизация творческих сил коллектива, да. То есть команда. Команды. К сожалению, Россия в своем развитии не знает другой модели, кроме мобилизационного управления. И, соответственно, все вот эти вот вертикальки наши, они строятся по этому принципу. Есть один начальник, он принимает решение. Я залез в интернет после того, как вы мне позвонили, ввел в поисковике фамилию Александра Александровича Козлова. Ничего абсолютно про Александра Александровича Козлова в интернете нет. Есть про Амурский уголь, есть про Русский уголь. Вот конкретно господин Козлов чем-то таким очень известный, мне засветился. Это говорит о том, что перед нами совершенно точно отличный исполнитель. И как пример, да, ну вот как продавливался закон в нашей областной думе, закон по ремонту, капитальному ремонту жилья, да. Классический был, классический этот человек, классический этот закон протолкнул, шантажируя депутатов тем, что если вы сейчас его не примете, то деньги из федерального бюджета на переселение вернутся назад в федеральный бюджет. В результате закон, который, ну, на мой взгляд, совершенно не продуман, был принят. То есть вот это как раз показатель того, какими методами будет действовать этот человек. Я, честно говоря, понимаю, что уровень, еще раз, уровень принятия решений находится не на его уровне. Это, по крайней мере, уровень принятия решений, это, по крайней мере, губернатор, да. Поэтому, на мой взгляд, от того, кто займет сейчас это место, мало что зависит. Но эта система работает со времен Мигули. Мигули был самостоятельным мэром, после этого были уже сети-менеджеры на ручном управлении. Город, по-вашему, город от этого выигрывает или проигрывает? Давайте подойдем со стороны, условно, потребителей, да, с нашей с вами стороны. Для меня, как для жителя Благовещенска, ну, практически ничего не изменилось. Вот что было 10 лет назад, что сейчас, ну, может быть, чисто декоративно что-то появилось. Да, набережная красивая, да, вот, Позейская сейчас на некоторых участках очень приятно ездить, и все. При этом пробки микрорайон, город растут. При этом, значит, я понимаю, что в нашу милицию за какими-то проблемами своими обращаться бесполезно. При этом я понимаю, что на улице творится, на дорогах творится беспредел, потому что орган, который обязан следить за соблюдением правил дорожного движения ГИБДД, занимается конвоиром, извините, сопровождением первых лиц, а не следит за действительно порядком на дорогах, да. То есть, с точки зрения безопасности, жить стало явно хуже. Если я раньше мог обратиться в милицию и понимать, что меры по моему обращению будут приняты, то сейчас на это все, откровенно говоря, всем наплевать. Ясно. То есть, две проблемы, да, условно, дороги, безопасность. Еще проблемы я еще могу привести, но я думаю, что да. Их много. Понятно. В интернете, в частности, на сайте Амуринфо бурно очень комментируют это назначение. Вот там такая мысль, мне она понравилась, я хочу ее зачитать вам, появилась. Почему потерпели Фиаско, Неведомский и Березовский? Потому что в городе у них не было уважения и авторитета. Авторитет зарабатывается годами. Вы согласны с этим утверждением? Да, я вам только что озвучивал перед этим. Вот это как раз управление командой, да, это, на мой взгляд, это самый лучший способ решения проблемы. Нету, эти люди реально не пользуются поддержкой электоральной, да, и, соответственно, нет авторитета. Поэтому им приходится ломать всех через колено для проведения каких-то, не своих даже, решений. То есть нового назначенца, так называемого, ждет та же самая судьба? Безусловно. На ваш взгляд, кто из тех людей, кого вы знаете, Благовещенский, смог бы стать достойным мэром Благовещенска? Не вижу. Не вижу никак. Неужели все так плохо? Нет, просто их нет на горизонте, наверняка они где-то есть, но они на уровень публичной политики не выходят. А вы бы хотели стать мэром Благовещенска? В данной системе координат нет. Потому что нет самостоятельности? Конечно. Но вы на выборы мэра пойдете? Нет, однозначно нет, это не мой уровень. Голосовать, я имею в виду? А, голосовать, да, безусловно. Но я еще перед этим все-таки ищу какого-то человека, который мог бы появиться, который мог бы все-таки претендовать на эту позицию, да, для того, чтобы выдвинуть его от партии РП Пармас. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях был Сергей Алексеевич Пузиков, который считает, что сейчас нет достойного человека, который смог бы стать мэром Благовещенска. Я желаю вам всего хорошего, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин